Вот мое место, которое меня бы прибило нормально. Девушка спала вот у стены получается. Ну, вроде не пострадала, слава богу. Потолок на лесокирозаводской один рухнул в 4 утра. Хозяина квартиры Владимира Бадамшина по счастливой случайности дома не было. Уехал в командировку, в квартире осталась его девушка. Если бы она все-таки здесь. Ну да, вот она тоже подумала, ну, кровать большая, никого нету, посплю в развалочку. Ну вот, наверное, что-то помогло, ничего не придавило. Девушка в 4.45 позвонила мне в слезах. Я разобрал, что она сказала, рухнул потолок, соответственно, я прыгнул на электричку с другого города. Через пару часов мужчина был уже в Барнауле, в своей квартире. Его встретила испуганная девушка, разруха и горячая вода по колено. Из-за чего произошло? Ну, как сказали сантехники, что на втором этаже в квартире стояночную пробку какую-то прорвало от времени. Полтора года никто ничего не менял. Вода накопилась, соответственно, штукатурка рухнула. По иронии судьбы, три месяца назад Владимир сделал в квартире капитальный ремонт. Не пострадали только холодильник и телевизор. Но общая сумма ущерба – несколько сотен тысяч рублей. Кто будет выплачивать компенсацию – пока большой вопрос. В администрации Октябрьского района посоветовали пострадавшим подать в суд на жильцов сверху. Два собственника затопили друг друга. Это обычный случай, что они через суд будут составлять акт управляющей компании и через суд по возмещению убытков. Вот только нюанс. Подавать в суд не на кого. В квартире этажом выше никто не проживает. Жилье когда-то было выделено сироте, который съехал с полуразрушенного дома. Когда об этом нюансе мы сказали чиновнику районной администрации, он посоветовал подать в суд уже на управляющую компанию. Якобы последняя ненадлежащим образом следила за домом, который, к слову, находится в муниципальной собственности, то есть на балансе города. Вполне обоснован будет иск в отношении комитета ЖКХ Барнаула, советуют уже юристы. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком.